Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 10 марта и вот сегодня я начала разговор о рассаде. С утра выставила видеоролик, почему рассада фиолетового цвета ножки и листья, почему засыхают, желтеют, отваливаются семидольные листики. И вы все знаете, что в это время почти у всех есть рассада. У кого-то вот такая маленькая, у кого-то подростковая, у кого-то уже распикированная в стаканы, у кого-то взрослая. И по мере роста рассады у нас появляются проблемы. У кого-то их совсем нет, у кого-то мало, а у начинающих огородников какое бы изменение ни началось, Вот появились семидольные листики желтенькие, они сразу спрашивают, ой, что случилось, думают, что томаты болеют или что-то. Но вот сегодня прочитала комментарий, ну такой соответствующий, хороший к этой проблеме. Одна зрительница написала, что семидольные листики это как молочные зубки у детей. Сначала они нужны были в какой-то период, а потом они однозначно выпадут. Так что про семидольные листики не расстраивайтесь. Про фиолетовый оттенок тоже, скорее всего, ничего страшного. Я там объясняю несколько причин. Но тут уже после этих видео начались новые вопросы, как снежный ком. Уже у кого-то и настоящие листики желтеют, скручиваются, опадают. Ну короче, у кого что? У кого просто желтеет, у кого-то форму изменяет, вот как бы крутится лист. У кого-то засыхают и опадают. Будем говорить на тему листьев. Почему у нас у рассады видоизменяются листья. Но если мы вспомним, как я раньше говорила, что лист это у нас индикатор здоровья растения. И ясно, что на любое какое-то изменение, на любое некомфортное состояние, на то условие, которое ему не подходит, он реагирует именно листом. Он и крутит лист, и желтеет он, и может сбросить лист, особенно перец. Вот все, что я сейчас буду говорить, это относится и к перцам, и к баклажанам, и к томатам. Вся рассада ведет себя совершенно одинаково. Что-то не по ее, она начинает листья видоизменять. И вот когда спрашивают каждому отдельно на эти вопросы, я, конечно, не отвечаю, потому что я всегда говорю, что заочно я никогда не могу определить, что с вашими листьями, почему они у вас желтеют. Как вы сейчас, слушая меня дальше, узнаете, что причин очень много, и у вас, возможно, совсем разные причины. У одного желтеют, например, от недостатка азота, а у другого просто от недостаточного освещения. А реагировать растение может одинаково, желтизна листьев, например. Но это я так просто отступление сделала, чтобы вы поняли, что я никогда не могу вам дать заочный ответ. Просто я сейчас общие назову причины, почему так может происходить. Листья и скручиваются, и желтеют, и опадают. Я вот посидела, подумала, очень много причин. Я нашла 8. Может быть, вы кто-то добавите еще какую-то причину. Во-первых, это вредители. Это некачественный грунт. Потом обязательно нарушение режима полива. Это одна из причин, когда листья и желтеют, и опадают, и все. Потом заболевание. Потом нарушение режима освещения. Ну, как всегда, недостаток света тоже так же влияет, как и недостаток питательных элементов. Потом чрезмерные подкормки. Хотя, казалось бы, подкормки должны быть наоборот на пользу. Но иногда из-за чрезмерных подкормок тоже лист и крутит, и желтеет, и опадают. Потом азотное голодание. Очень часто лист желтеет от недостатка азота. И еще из-за низкой влажности. Начнем все по порядку. Почему я самыми первыми назвала вредителей? Хотя они бывают очень редко. Но остальные причины нужно искать, только исключив наличие вредителей. У меня один раз, всего один раз в жизни была тля. Она началась на перцах, потом переползла на баклажаны. Но я не сразу ее заметила. Если бы я знала вот эту вот, как сказать, причинно-следственную связь, что как только листья начинают деформироваться у перца, у баклажанов, как бы крутить вот так вот. Но это уже, я вот сейчас уже понимаю, что это один из признаков, это вредители. Если бы я сразу заглянула на нижнюю часть листа, увидела бы там тлю, что она высасывает. Когда тля высасывает в одном месте сок из листика, он начинает неравномерно дальше развиваться, и он как бы корюбит, крутит его, кружит. То есть, все, вот одна очень частая причина, это вредители. Поэтому перед тем, как начать искать причину, например, в каком-то там плохом грунте, или еще там во вредных вот этих подкормках, которые вы сделали, сначала нужно осмотреть очень внимательно, особенно перцы и баклажаны, на наличие вредителей. Я специально вот в те годы, когда у меня завелась тля, специально купила лупу, и прям вот эти крученые листики, как только листики начинают у перца крутиться, я смотрю, нет ли там тли. Так все про вредители мы как проехали их. Если вредителей у вас нет, то еще одной и очень частой такой причиной, часто встречающейся плохого состояния листьев, это является некачественный грунт. Сейчас многие покупают грунт в магазине, и мы там не можем узнать, что туда положили нам, что туда не положили, сбалансирован ли он, достаточно ли там, например, азота, или фосфора, или еще чего-то. И вот, как частный случай, пожелтение листиков, это как раз недостаток азота в грунте, вот этот начинается, ну короче, желтизна вот эта листьев, очень часто недостатком азота. Поэтому я всегда всем рекомендую, делайте свой грунт, добавляйте все, что нужно, НПК, то есть фосфор, азот и калий, грунт будет сбалансирован, и хотя бы вот этих проблем не будет. Или хотя бы, если у вас листья начнут плохо себя вести, вы будете знать, что это точно не грунт, потому что грунт ваш родной, вы его сами сделали. Так, еще одна причина, и очень важная, это, конечно, полив. Про полив я всегда говорю, не переливайте. И про маленькую рассаду, помните, я говорила, что я после посева, вот 8-9 дней, пока они не взошли, не выросли, и совершенно вот сверху все не просохло, я не начинаю поливать. Это и избежание черной ножки, и избежание корневых гнилей, то же самое со средней, с подростковой рассадой, и то же самое с рассадой в стаканчиках. Вот сегодня у нас с Катей по плану рыхление вот этих стаканчиков, потому что перед праздником, так как два дня предполагалось, что ухода за ними не будет, мы их заранее немножко полили чрезмерно. И вот сегодня смотрим, уже, наверное, грунт не пересыхает, наверное, нужно его порыхлить. За поливом нужно очень хорошо следить, и поливать дозированно, переливать томаты нельзя. Они лучше перенесут более сухой грунт, чем более влажный. Но я уже говорила, чем чревато вот это переувлажнение. Пожелтение листиков может быть результатом переувлажнения и результатом постоянного вот этого влажного грунта. Вы, может быть, не даете им тот период, чтобы он хоть немного просох, и чтобы хоть немного туда воздух поступал. Нет поступления воздуха в корневой системе, отсюда начинается пожелтение листьев, оно все это взаимосвязано. Если грунт постоянно мокрый, вот у вас не хватает терпения, например, не пересох он еще ладом, вы еще решили его немножко полить, это очень плохо. Это очень плохо на листьях, и листья желтеют так же, как от недостатка азота измазлась. Еще одна причина вытекает вот из всех тех, которые я называла перед этим. То есть растения, если, не дай бог, ослаблены вредителями, потом они еще растут, не дай бог, в постоянно влажном грунте, не даете вы им пересыхать. И если еще грунт этот, не подходящий по составу, вы представьте, сколько может сразу быть причин угнетающих растения. То есть там возможно вредители, ну даже ладно, откинем вредители, будем считать, что они чистые растения, без вредителей. Но если они растут в грунте несбалансированном и в грунте постоянно увлажненном, это все угнетает растения, они ослабевают. И вот тут в это время на них в первую очередь нападают вот эти грибковые растения, ой, грибковые заболевания. Потому что я всегда говорю, что заболевают в первую очередь ослабленные растения, которые живут не в тех условиях, которые им нужны, в которых им хотелось бы жить. Если растения здоровые, такие пышущие растения, пышущие здоровьем, обычно на них и заболевания не прицепляются. Слабых выбирают всегда слабых. И вот когда начинаются различные корневые гнили, опять же во влажном грунте, в некачественном, корневая гниль начинается, это тоже может привести к пожелтению листиков. Листья и желтеют, и крутятся, как-то вот так вот заворачивает их, и они прекращают рост и рассада, как вот была, например, в подростковом возрасте. Она же должна идти ступенями, она раз, потом два, потом три, потом четыре, и она должна на глазах у вас расти, и вы видите, что она остановилась. Возможно, вот это некачественный грунт, чрезмерный полив, и в результате корням там плохо начали загнивать. Потом, одной из причин может быть недостаточное освещение. И я вот в прошлые годы, года два назад, по-моему, снимала видео и показывала лоток, где идет лампа. Лампа же везде не достает, она по краям не достает, где идет лампа. Там растения под ней, сеянцы прям зеленые такие, ярко-зеленые, и прям такое слово, как радостные такие. Они радуются, что им всего хватает, им тепло, им светло, а по краям немного недолюбленные, света нет, они больше вытягиваются, они обычно слабее. Если недостаток освещения, листья могут быть, растения могут быть не только вытянувшиеся, но и могут быть светло-желтые листья. Все знаете, что больше солнца, темное зеленое листво, меньше солнца, светло-зеленые листики. Потом, одной из причин у нас может быть еще засоленность земли, засоленность грунта. Конечно, мы грунт, я всегда говорю, берите грунт свежий каждый раз, для каждого посева свежий грунт. Но у нас тут каждый же делает сам как хочет, и тот, кто начинает с раннего возраста давать подкормку в рассаде. Например, я всегда говорю, что я никогда не подкармливаю до пикировки. После пикировки не надо подкармливать 7 или 10 дней. А я путем вот этого составления своих смесей, плодородных и питательных, я стараюсь обходиться вообще без подкормок, потому что у меня на них просто времени нет. А кому-то хочется с самого раннего возраста подкормить, они раз подкормили, через неделю еще раз подкормили. Но так как растения очень маленькие, они не успевают все это употребить, переработать. И все эти вот соли остаются у нас в грунте, получается засоленность грунта. И в таком грунте, когда он переизбыток там вот этих всех веществ, опять же, то же самое, корневая система слабо развита. Ну, короче, получается, вот это я и говорю, подкормка во вред. Все, они не успевают съесть. Корневая система развивается плохо, получается и пожелтение листьев, и всего. Ну и самая очень частая причина пожелтения листьев, это недостаток азота, то есть азотное голодание. Азотное или азотистое? Нет, азотное голодание, да. Вот смотрите, если листики начинают у вас желтеть, и, ну я не знаю, я вот, например, у меня свой грунт, мне проще определить, азотное голодание есть у них или нет. Потому что я знаю, что если у меня будут желтеть листья, это явно не азотное голодание, потому что я туда добавила в качестве азота перегной, такой вот перепревший, хороший, жирный, плодородный. Если у меня пожелтеют листья, это явно будет другая причина. А вы каждый в своем отдельном случае должны знать, или у вас от недостатка света, или у вас это азотное голодание, потому что жидкий, бедный, жидкий, бедный грунт. Потому что грунт бедный такой, скудный грунт, в котором нет азота, все. И еще, вот у меня бывает, у меня даже нынче есть на маленьких, как бы, все нормально, зеленые листва, все, но листики чуть-чуть, вот так вот, как бы, вот так вот, как кулачки, вот так кулачки сжимают. Это я объясняю тем, это так было у меня и на баклажанах, это я объясняю тем еще одной причиной, потому что у нас очень низкая влажность воздуха. В помещении. То есть у нас ее почти нет. Хотя растениям нужна высокая влажность воздуха, а у нас сухота. У нас вот мы выстираем белье, повешаем, утром оно уже сухое, потому что все очень сухо, влажности вообще нет. И вот для листьев, для растений, если вот не делать увлажнение воздуха, не делать никаких опрыскиваний, они могут от этой сухости страдать, и вот так вот листики в кулачки вот так сжимают. Это, конечно, не очень страшно. После высадки в открытый грунт, там, где у них условия произрастания будут более приближены, особенно в теплице, там будет нормальная влажность, все это исправится. И я вам скажу так, что вот вы поняли, я что перечисляла. И вредители, и некачественный грунт, и нарушение режима полива, потом и заболевания, недостаток освещения, ранние и частые подкормки, азотное голодание и сухость воздуха. Вот так вот с наскоку я уже назвала вам 8 причин, по которым могут ваши листья и скручиваться, менять форму, и желтеть, и даже опадать, и растения угнетены, и вы видите, что что-то не так. Но заочно вам никто не определит причину. Вы должны сами уметь понимать, распознавать. Вот у меня, к сожалению, у всех остальных, так, я не могу вам показать, там, пожелтевшие листья, или где-нибудь азотное голодание, но нету. Но то, что у меня вот так вот сжимаются в кулачке от сухости воздуха, я знаю это точно. Потому что как только начинаешь выносить в придомовую теплицу, следующие листья уже нормальные, они уже вот так расправлены, они не сжимаются. Опять же, вот про эти пресемидольные листья. На состояние семидольных листьев вы не ориентируйтесь. Если они желтеют и опадают, это не значит, что у вас азотное голодание, или что-то у вас плохо с грунтом. Они отжили свое, и теперь у вас индикатор здоровья растения, это вот эти настоящие листья. Особенно смотрим по молодым листьям, по новым, которые вот вылазят, новые хорошие листья. Если уже они у вас скручиваются и что-то с ними делается, значит, нужно как-то вникать в жизнь своих растений и распознавать, что им не нравится, что не так. Может быть, мало света, может быть, часто поливаете, может быть, действительно грунт недостаточно питательный. И тогда уже встает вопрос о подкормках. Возможно, в некоторых случаях и нужно их подкормить, если вы уже точно определили, что у вас чего-то не хватает. Но опять говорю, что причина у каждого может быть своя. У кого-то не хватает света, у кого-то не хватает азота. Но я надеюсь, вот с этого видеоролика, он, конечно, не короткий, потому что он очень подробный. Вы видите, сколько может быть причин. И нам надо, чтобы все эти факторы сошлись, чтобы они все были положительные, чтобы они все были в пользу наших растений. Тогда вы получите здоровую, крепкую рассаду и, естественно, богатый урожай. Тогда проблем у вас не будет и потом, после высадки. Ведь здоровье растений мы закладываем сейчас. Сейчас у них должна быть уже и корневая система хорошая, и все это листья зеленые должны быть, такие здоровые. Вид у них должен быть такой цветущий. Если вы будете вникать, повнимательнее быть к своим растениям, все будет хорошо. Все с вами была Ольга Чернова. Это наша рассада. Нужно за ней ухаживать от самой маленькой, вот дальше, дальше и до большой. Она должна быть у вас как на первом месте. Продолжение следует...